И снова здравствуйте! Сегодня речь пойдет об очень сложном для меня альбоме по целому ряду причин. Во-первых, он длинный, как нынешние очереди на восхождение на Эверест, и примерно такой же тягучий и невозможный для полноценного прослушивания за один присест. Во-вторых, концентрация действительно интересных или хотя бы качественных музыкальных работ в данном релизе на порядок ниже даже по сравнению с его предшественником. В-третьих, в нем не было предоставлено абсолютно ничего нового и ничего креативного, как всегда ожидается от данного артиста с каждым его новым альбомом. Другими словами, думаю, данный релиз может зайти исключительно трушным фанатам маэстро, которым больше важно само наличие новой музыки, нежели ее качество и общие впечатления от слушательского опыта. Для меня же из альбома стоит выделить исключительно треки с приглашенными вокалистами и рэперами, а обо всех остальных инструментальных работах стоит, ну, просто-напросто забыть. Никогда не являлся я ярым поклонником Лотуса, то есть Flying Lotus, это у нас американский битмейкер и электронщик, очень известный, кстати, если кто не знал. Но я до сих пор остаюсь доволен его предыдущей работой You Are Dead 2014 года, с которой я познакомился благодаря фиту с Кендриком в треке Never Gonna Catch Me. Кстати, шикарнейший трек и шикарнейший клип, если не смотрели, то очень даже рекомендую. В комбинации с жутко отвратительным клипом на трек Ready or Not, который в свое время неплохо пошатнул мою и так довольно-таки нестабильную психику. Тем не менее, важно понимать, что с тем альбомом, вот с тем 2014-го, у меня сложился креативный образ Лотуса как битмейкера, который нашел и успешно преподносит свой собственный, ни на кого не похожий стиль, в котором есть очень много странного и одновременно вот такого притягательного и впечатляющего музыкально. Поэтому, как вы сами можете прекрасно понять, ожидания от предстоящего альбома у меня были более чем высоки. И они более чем оправдывались выходящими синглами с Андерсоном Паком и Дензелом Карри, ведь я ими остаюсь доволен до сих пор. Как раз за счет включения вокала и отхода продакшена на второй план, более такой аранжировочный-фоновый режим и полного отсутствия желания Лотуса креативить в одном и том же ключе, как это было пять лет назад. Название Фламагра, или... Я не знаю, как правильно ударение ставить, но и плевать. Может быть отсылкой к огню и того, что он представляет для каждого. По словам самого Маэстро, он хотел передать картину того огня, в котором каждый мог бы сжечь свои тревоги, страхи, переживания, тайны, сомнения и прочий ментально-эмоциональный груз, который мешает нам жить всем. Именно поэтому многокомпонентная басхианская картина на обложке альбома ставит в центр композиции огромный костер, в котором, очевидно, Маэстро предлагает спалить все к чертям собачьим. С одной стороны, довольно интересный креативный концепт для альбома. Ну, безусловно. С другой же стороны, это просто очень красивое объяснение компиляции рефлексий различных авторов текстов и артистов, исполняющих их. Дескать, они не просто рефлексируют на злобу своей житейской ситуации, как это делают, наверное, все в искусстве. Они жгут их в костре музыки. Другими словами, ну, довольно примитивный посыл в красивой обертке. И это, безусловно, не означает, что это плохо, так как многие концептуальную обертку даже не могут предоставить. 27 треков, Карл, длиною в 1 час и 7 минут. Представляет нам, скорее, 10 треков, грубо говоря, которые можно назвать самодостаточными и исполненными от и до. Все же остальные, это, скорее, инструментальные прелюди, интерлюди и заключения, продолжения, как угодно, перед ними и после них, соответственно, которые имеют, ну, минимум смысловой какой-либо концептуальной нагрузки при минимальнейшей музыкальной значимости. Почему минимальной? По той простой причине, что в данном альбоме Lotus не предоставил, ну, абсолютно нихрена нового, вместо этого дав нам на прослушивание не до перепродолжения, ресайклы соответствующих треков из предыдущего альбома пятилетней давности. Вы можете справедливо заметить, что стабильность – признак мастерства, и нечего менять или чинить то, что уже работает, как я часто говорю. И я с вами очень даже соглашусь и подпишусь под этим же утверждением. Именно этот подход и сработал для меня в треках с приглашенными вокалистами и даже в треке Fire is Coming, где Дэвид Линч рассказывает охренительную историю про пожар. Все потому, что биты Lotus'а приобрели действительно правильное и нужное значение в комбинации с вокалом, поскольку вокал в каждом из соответствующих треков вел слушателя за собой и не позволял терять внимание на множество уже привычных таких вот особенностей и странностей инструментала, таких как вот эти пробуксовки в бас-бочке, и рабочем барабане, где вот, если слышали, вы поймете, о чем я, это там, где вот вместо одного-двух ударов играются четыре, так пытаясь создавать эффект свинга. Лично для меня свинговать на сильной доле в ритмике работает довольно плохо, как для слушателя, поскольку вся ритмика превращается в кашу и теряется нужный вот этот фокус и удар сильной доли. Именно поэтому в большинстве случаев «Нормальные люди» и «Лотус» в данном альбоме, кстати, тоже свингует на хай-хетах, как это всегда делалось по классике. Все те же проходки по басу, тот же тон пианино и те же синты и хоры, которые мы слышали, ну, пять лет назад, скорее свидетельствуют о творческой некоторой стагнации летящего лотуса, нежели об обратном. Даже сэмпловые синтезаторные переходы звучат так, как пяти последних лет, будто и не было вообще. Опять же, тексты здесь довольно сильные, я это признаю, за исключением разве что трека «Yellow Belly», где одна только строчка «My shoes aren't tied, they say I'm trapping» показывает, ну, такую полную саундклаудовость символизма на данном треке, то есть это единственное исключение, где такое, ну, сомнительное дело с текстом. Все же остальные вокальные треки имеют очень-очень толковый и содержательный текст, за что стоит сказать огромное спасибо каждому из приглашенных артистов и авторов. Здесь у нас и репризы про черные шарики от Дензела, как отсылка и дополнение к сюжету альбома «Табу», и многослойные тексты от Шабазов и Громокота. Тот же текст «Девять морковок» от Тора и Мой заставляет здорово задуматься, к чему вообще было подано это название, ведь текст базируется на повторениях одной и той же фразы. И нет, там нет слова про морковки, вообще. «Land of Honey» служит классная история потери иллюзий касательно реального мира и осознаний жесткой действительности. Тот же трек «Море» от Пака описывает поиски чего-то там, ну, большего, глубже, сильнее, выше, там, как хотите, нежели пустопорожнее отношение с людьми, которое всегда заканчивается одним и тем же результатом. Другими словами, в тексте альбома действительно есть что почерпнуть, если есть желание почерпывать. Но есть одно «но», огромное «но», целых 17 «но», которых тут лишних, и эти треки все-таки есть по какой-то необъяснимой для меня причине. В итоге, альбом действительно пострадал от довольно, ну, неинтересных и скучных инструментальных битов, которые для меня оказались сонным порошком, и их всегда хотелось, ну, поскорее уже переключить, чтобы попасть на очередной трек с вокалом, где действительно были поданы традиционные для Лотуса аранжировки под очень интересные вокалы, рассказывающие очень сюрреалистичные и глубокие истории. Поэтому, три из пяти, поскольку здесь уж слишком много филеров, которые значительно портят общие впечатления от альбома. Оставив бы Лотус только вокальные треки в нем, ему бы реально цены не было. А так, это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, и если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал, напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в Твиттере, ссылочку к нему вы найдете в описании к данному видео. А так, это все на сегодня, всем спасибо и всем пока!